Привет всем с вами PitmanDead и сегодня мы посмотрим с вами несколько командных боев это будет первый командный бой следующие командные бои вы сможете увидеть также на моем канале хотелось бы сказать чтобы вы посмотрели внимательно как играет борщ в командных боях многие недооценивают борща и не берут командные бои но на самом деле если умно играть при правильном руководстве то пару борщей могут изменить совершенно бой в иное русло и так немножко расскажу о борще кто еще не знает у меня есть видео на канале можете посмотреть и на ю тубе в принципе много разных боев борщом борщ пт сау немец немецкой линейки новой это восьмой уровень борщ на уровне с ягой второй вот яга вторая у нас две пт пожалуй лучший на восьмом уровне еще можно отнести к одним из лучших это су и су 152 там замечательная пушка но очень косая конечно но больше мне конкуренции это признано уже многими игроками и так приступим бой у меня записано несколько реплеев и начну пожалуй с одного из интересных боев мне он лично понравился где два борща сыграли довольно таки хорошо в паре и помогли своей команде избежать поражения итак приступим я закрываю клиент и открою давайте реплей который я подготовил вот у нас карта малиновка ой прохоровка всем известная здесь у нас 57 процентов на победу у у команды противников один барабан четыре третьих иса и светляк т1 принципе казалось бы что для нас тут нет никаких проблем но на самом деле проблемы возникли в самом бою цель нашей игры была такова что борщи идут на зеленку а тяжи расходятся по своим позициям для того чтобы подсвечивать борща то есть тяжи принимают на себя урон отстреливаясь от противника а борщи задалека разбирают команду противника и так я чуть перемотаю вот мы занимаем стандартную позицию для пт на зеленке второй больше становится чуть выше я готовлю себе позицию ломаю деревья для того чтобы менее быть заметным и вот появляется первый из третий подниму камеру чтобы вам лучше было видно т-1 у нас стал по зеленке чуть выше для подсвета и вот как вы видите если начинает рашить как вы видите счет уже 3-0 мы проиграем если заняли довольно врага довольно хорошей позиции зашли в ямки них не видно борщ 2 очень хорошо сыграл в этом бою ему благодарность от всей команды конечно я здесь больше помогал как вы видите мы стоим вдвоем здесь уже счет 3-4 немножко вытянули мы бой но надо вытягивать его полностью пока как вы видите два пт против трех тяжей хотя мы их уже существенно подразобрали и вот мой сокомандник получает урон хотя засвета не было стреляли видать наугад вот мы ждем ошибок ISO чтобы они вышли в засвет базу они не берут по понятным причинам и вот появляется враг вот они начинают по нам работать мы в засвете 5-4 мы уже выигрываем остается всего один враг и мы вдвоем идем его добивать вот он замечательный бой как вы видите сейчас я вам покажу результаты боя вот этот реплей у меня победа заработал лично я в этом бою 95377 и 2112 опыта это с премиум аккаунтом командный результат смотрим как вы видите я занял тут первое место в команде второй больше второе ну как вы видите что борщи довольно таки серьезные противники для любой команды и в составе любой команды они довольно таки хорошие танчики которые могут изменить ход боя и смотрим подробный результат чистыми я заработал 75000 если бы без премиум аккаунта то можно заработать 43923 к слову скажу что за вечер я заработал почти миллион серебра катаясь на борщах в командных боях так что всем советую давайте сразу перейдем к следующему бою посмотрим скачаю я реплей и давайте его сразу запустим и посмотрим карта ласвель как вы можете видеть здесь также у нас 59% на победу хотя большую часть боев которые мы провели мы проигрывали в чистую было даже кажется 30 чем-то процентов на победу играли против скиловых игроков и довольно таки успешно выиграли по сетапу мы посмотрели что лучше нам поиграть от дефа принять врага и разместили свою команду очень разумно я здесь как вы видите немножко в каждом бою остаюсь на базе потому как я руководил боями и мне приходилось раздавать команды чтобы ребята выходили на свои позиции вот как вы видите два т1 у нас пошли в ущелье почему два потому что когда одного убивают второй подсвечивает врага одному т1 очень тяжело светить так как его уже издалека могут забрать и никакого света не будет вот мы перемещаемся здесь в город даже я ошибся я забыл спутал с другим боем здесь мы решили рашить через город как вы видите 90 светит у нас вдоль озера вот забирают засвечивается борщ врага и здесь мы пытаемся его разобрать фокусируемся всей командой на него и забираем давайте с высоты посмотрим как мы движемся вот передвигаемся мы очень шустро команда противника стала в дефе и ждут чудо от нас вот засвечивается ИС-3 за домиком там довольно таки хорошая позиция для приема соперника так смотрим расстановку наших сил мы держимся друг от друга на прицельной дистанции для того чтобы поддерживать друг друга в случае необходимости и нам так удобно вести перехрестный огонь итак смотрим вот я в засвет попал наш барабан пытается забрать АТ-15 я решил обойти сбоку так как АТ-15 существенный враг который нам мешает ребята просили его забрать я выцеливаю его башенок он мне дает сдачи я ухожу и надо его добирать потому что мешает проходу всей команде здесь забрали его и надо забирать ИС-3 даю дамаг на 558 ИС-3 и ребята его сейчас добирают забрали ИС-3 забрали ИС-3 движемся вперед впереди у нас ИС-3 остается 2 тяжа здесь надо кому-то принимать на себя урон чтобы чтобы его отвлечь я хочу его обойти сверху но здесь проехать нельзя было и вот Девиносик принял на себя удар и ребята его начинают разбирать бьем его и остается еще один тяж и мы его будем добивать по возможности Девиностик рвется в бой довольно таки хорошо собрал Девиностик в этом бою спасибо ему от всей команды и здесь меня вражина забирает и вот и вот ребята настигают его окружают и начинают барабанно разбирать его молодцы вся команда сыграла очень хорошо прорашили замечательно смотрим результаты боя по результатам боя в этом бою я заработал 67 571 единицу серебра и 1354 опыта командный результат смотрим как вы видите АМХ Суперовский сыграл 90 давайте посмотрим по урону я на первом месте по по всем остальным показателям в принципе так же не считая фрагов фрагов ребята набили так же неплохо Борщ сыграл неплохо забрал двоих но по нанесенному урону конечно же 90 и 100 сыграли замечательно они помогли очень сильно команде даже если вы заметите то наши Т1 тоже неплохо сыграли и получили свои премиальные не знаю как они по деньгам сыграли но надеюсь нормально чистыми я заработал сорок шесть тысяч девятьсот тридцать одно единицу серебра получил сто двадцать тысячу двести тридцать один опыт в общем получил тысячу триста пятьдесят четыре ну довольно таки замечательно итак переходим к следующему реплею давайте это последний бой будет на сегодня командный мне понравился этот бой я его сохранил хотя здесь в этом бою я не отличился особо но посмотрим как играет команда итак ребят вот как я вам и говорил карта Лассель шансы на победу тридцать то есть играем против довольно таки солидных ребят солидных игроков у них в составе четыре иса третьих один барабан девяностик и два светляка довольно хорошая сбалансированная команда если вы посмотрите по сетапу они у нас все желтенькие то есть ребят довольно таки неплохо играют по сравнению с нами в нашей команде я единственный желтенький все остальные ребята оранжевые но благодаря сплоченной команде вы посмотрите довольно таки хорошую защиту мы играли здесь понятное дело от обороны мы стояли в дефе так как у нас фердинанд борщ мы не такие скоростные поэтому решили подождать так как команда скорее всего врага будет рашить мы занимаем свои позиции здесь здесь я как всегда раздаю команды пока стою на базе уточняю с ребятами кто куда едет отправляем Т1 по кишке чтоб прошел вдоль озера 90 у нас выдвинулся светить город 32 становится за холмиком здесь вот он поехал чтобы оттуда подсвечивать и я занимаю позицию за этим домиком эта позиция очень хорошая так как обстрелять у вас кишки будет очень тяжело вы можете за домиком спрятаться а спереди меня прикрывают мои союзники в случае подсвета я помогаю им вот пытаюсь забрать два девяностика но очень шустрый паренек ребята его разберут которые стоят у нас впереди 32 девяностик наш счет 1-1 как вы видите размен светляками идет засветие ухожу девяностик поначалу нам здесь сильно мешал потому как не давал вылезти светился светил нас всех видать хорошо прокачан обзор у него и вот как мы видим ИСы начинают драшить через город я помогаю нашим ребятам разобрать ИСов чтоб они не смогли сделать быстрый прорыв ИС уходит из-за света я пытаюсь его высветить благодаря тому что забрали девяностика я теперь могу спокойно выкатываться и вот раздамаживаю ИСа третьего он уже на один выстрел остался максимум на два для меня с Федей закатываюсь обратно на свое место и ждем нашего врага мы уже ведем со счетом 2-1 и я здесь решаю помочь ребятам подтянуться подтянуться поближе к ним так как они у нас в команде уже практически ваншот 1-90 более-менее еще себя чувствует на тридцать двойка на один выстрел любому из ИСов так как я фулловый пытаюсь помочь и начинаем работать по ИСам мы думали что здесь идет один ИС а их тут два еще и Т1 Т1 для Борща один из опасных противников так как он тоже может нас пробивать своим пулеметом надо его забирать мы откатываемся вытягиваем врагов на Федю который стоит на базе и Феде очень удобно разбирать сейчас тех кто выкатывается на нас мы стали за холмиком нас не видит враг и вот ребята начинают работать по ИСам 3-им которые не ожидали вот Т1 тут с пулеметом пытается что-то сделать я забираю ИСа 3-го начинаем дальше откатываться вот ИС 3-й еще один остался и начинаем работать по нему вот он на меня не смотрит я это заметил и выкатываюсь на него чтобы дать дамаг и все он ваншотный Девиносик заходит сзади и забирает итак у нас осталось два противника как вы видели шансы у нас на победу всего 30 было и вот ИСы 3-й прорвались в сторону нашей базы по ущелью и мы сейчас все стремительно туда чтобы их добрать как вы видите 90 у нас уже заработал 3 фрага молодец хорошо отыграл во всех боях у нас получилась такая хорошая сплоченная команда на удивление мы все вместе советовались как лучше выбрать тактик если я где-то ошибался ребята подправляли никакой диктатуры в команде не было и поэтому мы наверное так и сыграли довольно неплохо здесь я занимаю такую более-менее позицию в случае чего могу откатиться за эти баки и забор спасет от одного выстрела 100% но враг замер впоследствии он просто вернулся на базу для дефа и мы здесь с Федей решили пройти через ущелье на ихнюю базу промотаю чуть-чуть федя у нас фуловый и вот засвечивается первый из здесь конечно очень тяжело ехать потому что здесь по игре болото и машинки еле катятся здесь чуть-чуть ускорим мы с Федей здесь решаем обойти с двух сторон чтобы взять перехрестный огонь мы старались играть так чтобы ребята которые ваншотные только подсвечивали как я сейчас вы видите я подсветил ИСа третьего чтобы команда знала где он находится и 90 их сейчас начнет работать зайдет с тылу вот мы теряем нашего тяжа последнего здесь Федя очень хорошо сыграл особенно в конце благодаря своей броне и своему хп он помог команде выиграть этот бой вот мы выкатываемся Федя принимает урон и забирает ИСа как вы видите Федя спас команду принял на себя аж два урона тем самым у нас появилось время добрать оставшегося ИСа и вот 90 умирает в героической смерти и и здесь Федя меня немножко подпер и забираем последнего тяжа замечательный бой если если считать то что всего 30 процентов на победу у нас было посмотрим результат командного боя что мы здесь заработали заработал я здесь 68 тысяч 1065 серебра и 1601 опыта смотрим командный результат Федя у нас первое место я здесь занял второе место 90 довольно таки неплохо отыграл 1647 из третьей 1224 т32 непонятно вообще как он сыграл но потом мы выяснили парень просто прокачивал там и некоторых боях даже довольно таки существенно тянул бой именно на т32 играл без голды поэтому и возникали у него часто проблемы дальше смотрим подробно чистыми я заработал 48870 серебра и 1601 опыта довольно таки неплохо ну что я могу сказать ребят командные бои довольно таки замечательно для поднятия своего кпд только не идите в команду какие-то скажем где собираются алешки которым лишь бы погонять лишь бы пострелять идите в те команды которые имеют хорошего командира достойные игроки это можно проверить благодаря одному двум боям выкатиться посмотреть как ребята играют главное что в командах не было каких-то алкоголиков пьян играйте помогайте команде играйте так чтобы не умирать в начале боя если вы вас уже разобрали и у вас нету хп вам страшно выезжать на танки то просто подсвечивайте танки противника своей команде и команда будет вам благодарна за это ну подписывайтесь все на мой канал жду вас у себя в гостях надеюсь скоро выложу новые какие-то командные бои они очень интересны ну и желаю всем удачи до новых встреч всем пока пока не забывайте не забывайте